В преддверии Дня России областное правительство при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» организовало масштабный марафон скандинавской ходьбы. На спортивных состязаниях, которые прошли в Центральном парке Люберцы, побывали и мы. Татьяна Понятова с детства играет в настольный теннис. Два года назад пришла в клуб «Активное долголетие». Здесь увлеклась северной ходьбой. Лучше себя чувствуешь. Меньше болячек. Меньше болеем. Ну и вообще общение с людьми. С новой знакомства. Чем больше людей хороших, тем как-то легче жить на земле. Участников марафона поприветствовали депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и глава округа Владимир Ружицкий. Я вам скажу, активный человек, он активен во всем. И в спорте, и в общественной жизни, и в неравнодушии. Я вам благодарен, что вы нам очень часто подсказываете. Где-то и учите, за что вам спасибо. В этот хороший летний день я всем хотел бы пожелать хорошего настроения, здоровья. Занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье. Небольшая разминка перед стартом и пожелания друг другу удачи. До начала – одна минута. На старт. Внимание. Марафонцам предстоит преодолеть дистанцию в три километра. Мария Рожкова – самая старшая участница. На финише 86-летняя Люберчанка оказалась одной из первых. Это очень важное, очень нужное мероприятие. Оно помогает укрепить здоровье, восстановить здоровье, чувствовать себя полноценным. Поэтому большое спасибо всем, кто связан с организацией этого активного долголетия. Когда я только начинала, это для меня была нагрузка почти невыносимая. Теперь я могу в один и тот же день посетить и бассейн, и вот сегодня участвовать. Марафон скандинавской ходьбы прошел одновременно в 48 парках Московской области. В Люберцах в нем приняли участие 200 человек.